По-настоящему жаркий день сегодня выдался у городских огнеборцев, а виной всему пожар, начавшийся во второй половине дня на одном из берегов Сухосоленовской балки, или, как ее называют в народе, заливом. Наша съемочная группа, одна из первых, прибыла на место ЧП. Вы видите эти кадры. Практически сразу в редакцию стали поступать звонки от стревоженных горожан. Нам удалось связаться с заместителем начальника первого отряда Федеральной пожарной службы по Ростовской области Владимиром Корольковым. По его словам, сейчас на борьбу с пожаром брошены все имеющиеся на данный момент силы. Наш корреспондент Виталий Никулин побывал на месте событий. Добрый вечер, Виталий. Здравствуй, Артем. Какова площадь возгорания? Потому что по картинке, которую мы увидим, практически весь берег в огне. Огонь даже подступает жилым домам. Действительно все так плохо? Ну, на самом деле, да, площадь возгорания составляет сотни и сотни метров квадратных. Мы это видели своими глазами, видели людей, которые стоят непосредственно вот уже на границе огня и жилого сектора, получается. Картина, конечно, впечатляющая. Причем дым виден как в старом городе, так и в новом. Очевидцы вспыхивают. Да, очевидцы нам звонили, буквально разрывалась редакция телефонных звонков. И вот также нам по телефону сообщили, вот мы звонили в нашу пожарную часть, что задействована практически вся имеющаяся техника. Это так? В многом пожарных машинах ты видел? Отлично. В том-то и дело, что мы не видели ни одной практически пожарной машины. Видимо, они где-то в каких-то точках занимаются непосредственно своей деятельностью, утушением пожара. Но куда мы пребывали, мы встретили спасателей, между прочим. Они тоже задействованы? Задействованы абсолютно все. Спасатели борются с огнем всеми имеющимися у них средствами. Мы даже встретили на месте съемки даже начальника непосредственно поисково-спасательной службы Волгодонская, который вот своими руками тушил огонь. Спасибо, Виталий. Мы будем продолжать следить за этой ситуацией и вернемся к ней уже завтра.